Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я, конечно, не жду, что мне здесь помогут, но хочется рассказать свою ситуацию. Какой помощи конкретно вы хотели бы? Очевидно, что вы хотите помощи в одном, психолог может помочь вам в другом. Если вы скажете, в чем вы хотите помощь, можно будет определить, способен ли психолог вам помочь. Или, может быть, какой-то другой специалист понадобится. Познакомилась с мужчиной 4 года назад. Он моряк, 40-летний холостяк, говорит, что хочет детей в семью, и я, уставшая от одиночества, вдруг поверила в счастье. После недолгих отношений я забеременен. Так. Вы пишете, познакомилась с мужчиной 4 года назад. Он моряк, 40-летний холостяк. Что у вас общего было с этим мужчиной? Ну, помимо того, что, судя по всему, вы оба хотели детей. То есть, вас объединяют только дети сейчас. Это первое. Второе. Вы говорите, я уставшая от одиночества. А это как? То есть, вам некомфортно на дне с собой. У вас есть какие-то трудности в построении отношений. А вы тяжело переживали, может быть, разрыв предыдущих отношений. С точки зрения психологии, человек, который устал от одиночества, это человек, который, ну, не в контакте с собой. Который себя не принимает, у которого конфликты, противоречия и так далее. И то, что вы поверили в счастье от одиночества. Ну, это нормально. Только про отношения или речь здесь. Может быть, вы для себя просто увидели что-то вроде последнего шанса. Или, может быть, не последнего, но шанса. И не особо задумываясь о том, что за человек перед вами вступили с ним в отношения и забеременели. Ну, вот. Чего-то от него ожидая. То есть, здесь, с точки зрения, ну, как бы, с точки зрения психологии, здесь проблематика заключается в том, что вы чувствовали себя одиноко. Что вам было некомфортно на дне с собой. Судя по всему, вы хотели детей. Вот тоже вопрос. Да? Каким смыслом вы наполняете для себя ребенка? То есть, ну, это, конечно, довольно спорная тема. Но, на мой взгляд, когда человек хочет ребенка, вот, ну, как вот, такое его желание прям. Да? Ну, вот. При этом, при этом, ну, с партнером. А недолго, вот вы сами пишите, что вы недолго были в отношениях. Мне кажется, что желание ребенка есть обособленное. И оно не проистекает из того, что человек готов поделиться, ну, готов делиться опытом. Готов передавать свой опыт другому, да? Из чего проистекает, как бы, да? Ну, естественно, потребность в ребенке, это когда у человека появляется избыток опыта. Избыток каких-то знаний. Избыток чего-то он хочет это передать, ну, другому. И появляется потребность в ребенке. Вот. Причем совместно с партнером. Вот мне кажется, что в вашем случае такого нет. Мне кажется, что в вашем случае вы как-то обособленно хотели ребенка. Может быть, видели для себя в этом, не знаю, безопасность какую-то. Может быть, реализацию, может быть, смысл жизни свой. Вот. Дальше. Я забеременела. До беременности произошла крупная ссора. Из-за его ревности высосаны из пальца. После помирились, но началось постоянное припоминание. Так. До беременности ссора из-за его ревности. Высосаны из пальца. Ну, начнем с того, что вы обесцениваете важность этого конфликта для мужчины. То есть, вы его чувства, его отношения обесцениваете. Вы говорите, высосаны из пальца. Нет. Ревность – это не что-то высосанное из пальца. Ревность – это довольно серьезная проблема для человека. Это раз. Два. Это означает, что ваши отношения выстраиваются на основах принадлежности партнера друг другу. Вот. А не на личностном взаимодействии, не на ценностном взаимодействии, в которых места для реальности просто нет. Вот. Вот. И задайте себе вопрос. А я как репрезентую себя мужчине? Да? Вот. Вот. Дальше. Конфликт. В него вносят вклад оба участника, и вам нужно определить свой вклад. Не его, а свой. Вы какой вклад в конфликт несли? Дальше. Началось постоянное притоминание. Кого кому? Непонятно. Вот. Холод в отношениях. У него или у вас? Опять же, как будто бы точек соприкосновения нет у вас. Конфликт и все. Конфликт-то нормальный в отношениях. Ну, да, не из-за ревности. Вопрос ревности. Вам нужно было выработать свое отношение, потому что ревнивый человек, он и остается таким, если не видит в этом проблему для себя. Вот. Поэтому я не очень уверен, что вы не знали, что мужчина ревнив. Вот. Возникновение у него девушки с прошлым и прочее. Но, опять же, вы здесь как будто бы все на него перекладываете. Вот вы говорите, вот это все из-за него. Есть такая вот психологическая игра, все из-за тебя. Вы ведь тоже ответственность несете за отношения. И формируете вы их тоже. Вот. Он не женился, признал ребенка и сейчас у нас такой гостевой папа, который обеспечивает ребенка, ребенка и пытается периодически наладить контакт со мной во всех смыслах. А вы выступаете такой, получается, пассивной стороной. Да? То есть вы принимаете все, что мужчина делает и ждете, что он изменится. Поговорить с ним невозможно, он всегда молчит, особенно если тема ему не выгодна. Женить по знакомству с его папой и сестрой. Ну, вот тут вот вы начинаете говорить про папу и сестру. Я, честно говоря, с некоторой долей скетчиться смотрю на эту тему, потому что третьи лица, как бы, ну, к вам, лично к вам отношения к вашей проблематике. Да? Эти люди отношения не имеют. Это раз. Два. Вы просто жалуетесь на своего мужчину. Это три. То есть, как бы, ну, перекладывать ответственность на него. Типа, вот он, он такой, он сикой. Ну, так тут история про то, что вы вступили в отношения с человеком, не зная его, судя по всему, не изучив его. По причине того, как вы сами сказали, что устали от одиночества. То есть, для вас абсолютно нормальным фактом является то, что вы устали от нахождения сама собой. Ну, вот в этом, как бы, на мой взгляд, является проблемой, что вы сами себя не принимаете. То есть, у вас идет внутренняя диссоциация, судя по всему, да, внутренний конфликт, внутренние просворечия. И, вот, абсолютно, как бы, такая вот проблема. Вот. Дальше. Она, что не познакомила своего ребенка со своей роднёй, ну, опять же, это его право, хочешь знакомить, хочешь нет. Один раз пообщалась с его сестрой, с ее слов Руслан странно себя ведет, когда болел экзамен. Она лежала, парализованная от инсульта, он к ней не приходил пять лет. А она очень ждала и спрашивала о нем, какая разница, это его семья, при чем здесь с собой. Вообще-то, как бы. То есть, вы здесь, как будто бы, играете в коалицию, да. То есть, вот пытаетесь объединиться с кем-то против кого. Ну, плохая история. Плохая, очень, очень плохая история. Вот. Дальше он давал деньги, она не приходила, мама его умерла, так и не знал, что он ее родился. Но, опять же, я не очень понимаю, какое это отношение к вам имеет. То есть, ну, у человека свои отношения с родственниками. Его. Вам нужно выстраивать свои отношения. И с ним, и с его родственниками. Если хотите. Только зачем? Это другой вопрос. Дальше. Секретарь подчеркнул, что не понимает своего брата от слова совсем. Какая разница? Почему у вас так много внимания этому? Вы как будто бы ищите подтверждение того, что с вашей мужчиной что-то не так. Но вы поймите, что вы его выбрали. Вы. Он такой был. Его все устраивает. Не устраивает вас. На данный момент ребенку три с половиной года дедушку и тетю он не знает. Прошу, да. А зачем ему знать дедушку и тетю? Три с половиной, три с половиной года. Три с половиной. То есть вот откуда эти две третьи лица. Вот. То есть. Я не к тому, что этого не должно быть. Я к тому, что этого не должно быть. Я к тому, что, ну вы если считаете, что что-то нужно. То вы смотрите, что вы можете сделать. Прошу дать телефон дедушке. И сестры просто отмалчиваются и не дают, а зачем опять же. Есть желание поехать к ним с малышом, познакомиться нормально без Руслана. Опять же. Зачем? Почему лишают ребенка дедушки? А вот. Вы вроде бы и правы. Говоря так. С другой стороны, у меня есть ощущение, что вы просто как дымовой завесой прикрываетесь вот этой проблемой. Она есть, но она как будто бы является первичной. Если они не хотят общаться, то сами мне скажут. Но я не уверен, что они не хотят. Это у Руслана какие-то тараканы в голове. Не кажется ли вам, что вы слишком много внимания уделяете практически незнакомым людям? Вот. Так. Ему никто толком не нужен. Он ребенка так и хочет воспитать. Но понимаете, здесь вы говорите про вообще-то то, что ваш мужчина самодостаточный человек. Да, он своеобразный. Безусловно. Безусловно. Он закрытый. Но у этого есть причины? Очевидно. Пытаетесь ли вы его понять? Вот в чем вопрос. Не хотите понимать? Ну, не понимаете, но очевидно, что тогда вам не по пути. Мне кажется, что вы просто хотите, чтобы он делал так, как хочется вам, без понимания его. Дальше. Ужасно обидно и неприятно. Что ж. Это в какой-то степени хорошо. Опять давайте разберемся, что именно вам обидно и что именно вам неприятно. Обида проистекает из невыраженного чувства злости с одной стороны и нереализованных потребностей с другой. Поэтому и то, и другое необходимо выразить и реализовать. Это обида. Неприятно это означает, что вы пропустили что-то ближе к себе, чем хотелось бы вам. Вот. То есть это проблема личных границ. Я смирилась, что ребенок внебрачный родился. Какая разница, брачный, внебрачный. Ребенку все равно. Какая разница. Вот. Что отец приходящий, но не слишком ли много я под него должна подстраиваться. Это решает только вам. То есть если вам кажется, что вы подстраиваетесь именно, то есть приносите себя в жертву, то безусловно делать это нужно перестать. Перестать. Прячься от ребенка свою родину. Это нормально? Ну, каждый сам определяет, что для него нормально. Интересно, что нормально для вас? И что вы делаете для того, чтобы это, ну, было реальностью? Может надо взять все в свои руки, поехать к его родственникам пообщаться? У ребенка ведь так мало родных. С одной стороны, опять же решать вам. Это вопрос. То есть если хотите, я не как бы не вижу преград. Но с другой стороны, а не свои ли какие-то потребности и желания через ребенка вы продуцируете? То есть вы продуцируете на ребенка свои желания. Такое может быть, что это вам нужны люди, люди вокруг. Ведь вы устали от одиночества. То это вам не комфортно. Наедине с собой. Или вы боитесь не справиться там что-то еще. У вас тревога по поводу будущего. В конце концов, поставить точку какие-то условия ему. Ну, еще раз повторюсь. Если вы хотите, пожалуйста. Я не вижу преград. Это ваша жизнь. Ведь я познакомил его со всеми своими знакомыми. С папой, со старшим сыном, да со всеми. Ну и что? Ну и что? Вы и познакомили, это не значит, что он должен так же делать. Дашь на дашь не работал. А он, получается, вообще нас ни на что не ставит. Я не уверен в этом. Я боюсь, что это вы интерпретируете так, во-первых, как вы нас. Вот. Потому что к вам у него одно отношение. К ребенку у него другое отношение. То есть вы про себя и ребенка говорите. Нас это говорит о слиянии вашим с ребенком. Потому что ребенку уже три с половиной года. Вот вы уже никак не мы. Теперь вы и он. И, соответственно, отношение к вам и к нему. Поэтому тут тоже есть над чем поработать. В частности, с личными границами между вами и ребенком. Вот. Но я не уверен в том, что он именно ни во что не ставит. Я думаю, что это вы себя обесцениваете. У меня и так никаких гарантий нет в этих отношениях. Думаю, пора все менять. Ну, гарантий никогда нет в отношениях. Потому что это живые люди. Это чувства. И все может действительно поменяться. Если вы ждете гарантии, то это тревога. Это неуверенность в себе. Это контроль. Это родительская позиция. Это доминирование. Что, в общем-то, не приводит к созданию хороших отношений. И то, что у вас есть старший сын, предполагает, что еще с мужчиной у вас не сложились отношения с другими. То есть, тут может быть сценарий ваш. И его нужно корректировать. Ваши советы в моей ситуации, если можно. Нельзя. Потому что психологи советов не дают. Это запрещает профессиональная этика. Как понять таких людей, как он? Спасибо, что выслушал. Не надо никого понимать. Нужно просто прислушиваться к себе. Вот к тому, как вы реагируете на то, что человек делает. Да? Вот то, что вам обидно и неприятно, да? Это все только ваша реакция. И за ней что-то стоит. Вот. Поэтому не нужно пытаться понять другого человека. Нужно лучше раздраться все к себе. На мой взгляд, вы не заботитесь о себе. На мой взгляд, вы не внимательны к себе. На мой взгляд, вы обесцениваете себя. На мой взгляд, вы считаете, что сами по себе ничего не значите. И мало что можете. Это большая проблема. И эту проблему нужно как раз таки скорректировать. Это может сделать психолог. На этом все. Я надеюсь, что это было интересно. Я надеюсь, что это было полезно. Всего самого доброго. Удачи. 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 Удачи.